Задача. Построить следы плоскости, заданных двумя пересекающимися линиями А и Б. Прямая А горизонтальная, прямая Б параллельна второй бисекторной плоскости. Вот здесь у нас плоскость фронтальная, плоскость горизонтальная. И соответственно две прямые А, Б, А, 1, Б, 1 проекции на горизонтальной плоскости. Эти проекции задают плоскость. Как вы помните, плоскость можно задавать по-разному. Например, точкой прямой, параллельными прямыми, плоской фигурой, например, треугольником и другими подобными способами. Обычно мы работаем с треугольником, и поэтому, когда у нас задается плоскость другим способом, то это вызывает некоторые трудности. Хотя на самом деле никаких трудностей здесь нет. Чтобы построить следы плоскости, нам надо иметь хотя бы две точки, через которые можно было бы провести прямую, определяющую след плоскости. Для этого мы определим следы наших прямых А и Б. Для того, чтобы построить следы прямых А и Б, то мы продлим проекцию, соответственно, А, 2. Далее продлим проекцию, продлим проекцию А1 до пересечения, с линией пересечения плоскостей. И дальше восстановим перпендикуляр. Восстановим перпендикуляр. И получим след прямой. Значит, точка, которую мы получили, будет фронтальный след прямой. Фронтальный след прямой совпадающий с самим следом. И вот одна точечка у нас есть. Обозначим эту точечку. Например, мы ее можем обозначить, ну, какой-то буквой. Допустим, Н. Вот одна точка есть. Дальше точно так же поступим с проекцией фронтальной Б. Продлим ее до пересечения. И далее продлим проекцию. Значит, дальше здесь Б2. Но, смотрите, продлевать ее здесь дальше даже нет необходимости. Ну, есть вообще-то необходимость. Продлим. Сейчас давайте посмотрим. Ну, вот это будет достаточно. И найдем мы, соответственно, вот, продлить дальше нужно было. Найдем точку. Эта точка будет тоже самая. След, но другой прямой. Так. И обозначим. Ну, допустим, это будет у нас точка. Назовем ее М. Во фронтальной плоскости у нас два следа прямых есть. Мы можем их соединить. И получим еще точечку на линии пересечения. Чтобы в горизонтальной плоскости построить, мы можем воспользоваться точкой на линии пересечения. Ну, и надо еще одну точку построить. Для этого мы Б продлим в другую сторону. До пересечения. Найдем след. Этот след будет находиться вот в этой точке. Назовем эту точку, например, ну, скажем, К. Теперь мы имеем два следа здесь. И два следа будем иметь здесь. Ну, давайте теперь построим вот эту линию. Следы плоскости. След будет идти через точку М, точку Н, и далее до пересечения с осью. Продлим и найдем вот эту точку пересечения. Вот она будет у нас находиться вот в этом месте. Далее. В горизонтальной плоскости у нас два следа есть. Теперь соединяем одну точку, вторую точку, и получаем след плоскости. Все, задача решена, следы плоскости построены.